В этом году масштабного результата удалось добиться благодаря общим усилиям администрации округа, города, сельских поселений и общественных организаций. Положительный эффект трехстороннего взаимодействия стал главной темой пятого форума НКО. В год 70-летия Победы результат трехстороннего сотрудничества вышел на новый этап. Такого количества проектов округ еще не видел. Благотворительные акции, конкурсы, концерты, военно-патриотические слеты, вечера памяти и флэш-мобы. Достойно встретить 70-летие Победы удалось благодаря тесному взаимодействию власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Совместными усилиями удалось достичь, казалось, невозможного. Только ветеранскими и поисковыми организациями округа были захоронены участники войны, преданные земле без должных почестей. Без содействия местных и окружных властей эта работа затянулась бы на годы. Мы, так сказать, совместно с администрацией как бы восстановили справедливость в отношении книг. За этот период, за 2015 год, было установлено почти 400 памятников на могилах участников войны, которые умерли до июня 1990 года. Это очень акция знаменательная, важная и знаковая. Именно поэтому пятый форум некоммерческих организаций начали с награждения. Отметили тех, благодаря кому жизнь в округе стала немного лучше. Набровольцев, волонтёров, общественников, предпринимателей. Окружные бизнесмены в этом году стали активными участниками проекта «Добрый нао». Ресторан «Карамель» в течение года приглашал детей-сирот на дни рождения. Праздник проводили активисты общественной организации «Театр Мальвина». В кинотеатре «Синема Стар» школьники, дети с ограниченными возможностями здоровья и ветераны могли сходить на бесплатный сеанс. С января по ноябрь фильмы о войне, мультфильмы, патриотические картины посмотрели почти 500 человек. Такие мероприятия, которые проводятся, мы сильно объединяем однозначно. Делать приятно для округа и делать какое-то доброе дело для округа. Я думаю, что это стоит гораздо больше, чем все деньги. Сегодня на территории округа работают 175 некоммерческих организаций. Они действуют там, где государственный сектор не справится самостоятельно. Социальная защита и реабилитация людей, поддержка детей-сирот, забота о бездомных животных. Ежегодно округ выделяет средства на финансовую поддержку социально ориентированных НКО. В этом году им были выделены субсидии в размере более 17 миллионов рублей. В 2016 году сумма поддержки из окружного бюджета превысит 10 миллионов.